Всем привет, девочки! Я рада вас видеть на моем канале. И сегодня я решила заснять рум-тур спустя год после нашего ремонта. Хотя мы заехали в 2015 году в конце лета, но у нас тогда ремонт еще был не готов. И вот перед Новым годом, прошлого года, мы последние сделали, можно сказать, приготовление, красили обои в спальне. Сейчас хочу пробежаться по квартире и показать вам, где какие уже есть косяки, о чем мы жалеем, в каком состоянии мебель из Икеи, в общем, как мы испортили мебель. В общем, если вам интересно, оставайтесь со мной. Мы на кухне, и сегодня у нас был даже чудесный такой повод убраться, когда готовилась я к съемке видео. В общем, слева у нас идет диванчик, и вот на нем я и хочу остановиться. Его мы делали на заказ, те, кто меня давно смотрят, помнят, как мы его ждали. Он из сосны, делали в местной компании, но через несколько месяцев мы стали наблюдать, что он стал темнеть. И сейчас он больше такой желтоватый, на фоне покрывалой стены. Вы можете заметить, как он грязно смотрится. И когда мы стали уже разбираться, что да как, и хотели предъявить этой компании, которая это делала, то оказалось, что компания уже закрылась. Ну, как компания, этот ИП, да, частные предприниматели были. Они уехали, и, в общем, спросить-то не от кого. Также пошли кое-где трещины. Там, где был у них цех, сейчас совсем другие хозяева, другие работники. И они сказали, что он не должен был желтеть, и если он желтеет, то это вина только в том, что его плохо покрасили. Кстати, он очень удобный, он дает целое спальное место, когда бабушки приезжают, то на нем спят и гости. Здесь вполне удобно, можно разместиться. И по всему периметру там место для хранения. Открывается вот так наверх крышка, и я очень много там вещей храню в несезонных. С нашей стенкой фальш стены кирпичной ничего не случилось, все в таком же хорошем состоянии. Обои, несмотря на то, что они светлые. Возле выключателя были какие-то пятна, но так как краска моющая, то без следа, без труда это можно все поправить и отмыть. Дальше наш новогодний каминчик, на котором находится телевизор. Поверхность пачкается от пультов, от различной мелочевки, которая сюда падает. Ну, как правило, здесь часто скапливается хлам, и периодически приходится его разгребать. На камине вы можете увидеть вот такие вот сколы. Это гипсовая лепка, поэтому если стулом как-то задеть, или игрушками какими-то тяжелыми дети могут задеть, то получаются вот такие сколы. Но это тоже можно легко все зашпаклевать и подкрасить. Поэтому легко это можно, в принципе, реабилитировать. А так издалека это даже и не особо заметно, что там какие-то косяки. К размеру нашего стола мы уже привыкли. Когда приходят гости, мы его подвигаем вот сюда к диванчику и размещаемся вокруг. Очень удобно бывает находиться. А так с семьей мы обычно здесь кушаем. Особенно, когда папа наш на вахтах, то нам вполне хватает и вот этого места. Парочку слов по поводу мебели из Акеи. Столом мы очень довольны, но произошло ЧП на Новый год. Поэтому заранее тоже хочу вас предостеречь. Ни в коем случае не жгите бенгальские огни дома за столом. Особенно, если этот стол вы недавно купили. Потому что мы прожгли стол в нескольких местах от падающих вот этих вот частичек бенгальских огней. И то было скатить. В общем, и скатерть прожгли, и стол прожгли. И увидели это только на следующий день. По поводу стульев в Акеа, то лучше сразу покупайте на них подушки. Потому что краска у них стирается. Вот здесь вы можете видеть, уже стирается краска. Поэтому лучше берите подушки, которые полностью вот так вот закрывают. А вот и наши прожженные участки. Мне безумно жалко наш стол. Муж сказал, что он сможет это все замазать. Есть специальные тоже средства. Но то, что стол мы испортили, это факт. Поэтому не повторяйте наших ошибок, друзья. О белых фасадах я ни капельки не пожалела. То же самое и в белом фартуке. Он легко моется. Также у нас есть отпариватель вот этот вот мощный, которому мы можем промывать швы, если это необходимо. Вопреки логике, белая кухня совершенно не марка. На ней не видны никакие отпечатки. Фасады легко моются. Единственное, скапливается гарь там, где должна быть вытяжка. Но когда вытяжка появится, я думаю, эта проблема тоже будет решена. Так перед Новым годом муж мне помогал там все драить. Парочку слов по поводу столешницы. Она у нас недорогая. И я на ней резала. И остались такие вот царапины. Фотоаппарату сложно сфокусировать на белом цвете. Но возможно, вам сейчас заметны вот эти микроцарапины от ножа. Я не особо берегла столешницу, потому что знаю, что когда будем менять печку, будем делать ее цельно и уже встраивать технику. Поэтому, в принципе, особо не парилась. За занавеской у нас находится балкон, где стоит холодильник. И здесь, кстати, в наших домах у многих, многих людей вынесен холодильник именно на балкон. Но, если вы решите так делать, то обязательно его утеплите, потому что в мороз, в такой сильный мороз у нас холодильник замерзает и перестает морозить. Когда становится тепло, он отмерзает и, в общем-то, работает, как и раньше. Мы в детской комнате. И слева у нас идет кирпичная фарш-стена. С ней вообще ничего не произошло за все это время. Единственное, Алиса где-то там подчеркала простым карандашом. Но Руслан все стеркало брал. Нигде не запачкана, нигде ничего не отвалилось, не посыпало. Все замечательно. С нашим ремонтом ничего не случилось. Говорят, что дома усаживаются, могут пойти трещины. Слава богу, ничего такого не произошло. Все хорошо. Белая мебель в детской тоже вообще никаких проблем нет. Не знаю, почему некоторые так скептически к этому относятся. Если где-то ребенок пачкает, это легко все отмывается тряпочкой. Фломастеры мы даем только под пересмотром. Вот здесь у нас такой мольберт есть. На другой стороне можно рисовать мелом, с этой стороны маркерами на водной основе. Обои, как вы видите, не выгорели ничего. Единственное, я уже говорила о моменте обоев под покраску. На них могут оставаться царапины, если ребенок чем-то пройдется или зацепит. Это хорошо видно вот здесь возле выключателя, потому что Алиса по мере того, как росла, она карабкалась. И видите, вот такие вот карабки. Это самое максимальное, что есть в этой комнате, какие-то косяки. Опять же, это все легко решается краской. Поэтому нужно сохранить просто номер колировки. И, в общем-то, все это закрасить и будет все как новенькое. Кроватка Comfort Baby. Тоже меня про нее спрашивали. Отличная кроватка, ребят. Очень нравится. Мне Руслан туда залезал, который весит 25 кг. И ничего с ней не произошло. Можно выставлять 3 уровня. Со временем сделаю ее диванчиком. Можно из нее делать диванчик. И вообще из нее можно делать и столик с двумя стульями, и манеж, и кроватку для младенца, и пеленальный столик. Она на колесиках. Колесики фиксируются. Поэтому, если там ребенок буйствует, прыгает, колбасить об стенку кроватку не будет. Нигде ни краска не облезла, ничего не произошло с ней. И мне она очень нравится. В прошлом году зимой у нас очень сильно потели все окна. И здесь, в детской, и в спальне очень сильно потели. Мы постоянно соль ставили в банках на углы. И в этом году я не знаю, с чем это связано. Либо зима уже не такая холодная, либо дом уже как-то прогрелся. Вообще этой проблемы нет. Полками ничего не произошло. Откосы нигде не посыпались. То есть не были мокрыми. Столешница и стулья барные из Икеи, которые служат обычными нам стульями здесь. Они тоже все в таком первозданном виде. Все нормально, ничего с ними не произошло. И здесь, если сравнивать ее с другими комнатами, она практически вообще никаким образом не подпортилась за этот год. Все нормально и с мебелью, и с кроватью. У нас кровать недорогая, но самая дешевая, речная. В одну досочку, которая рейка, матрас за 10 тысяч. Тоже все нормально пока, слава богу. Вот этот вот стульчик, он у нас спачкался уже. Ну, затерся, испачкался. Его в Махачкале мы перекрашивали. Это уже прошло года 4. Единственный косяк, который есть, это вот здесь от стула у нас получилась такая царапина. Вот здесь, но это тоже можно все закрасить. А вот такой вот у нас романтик, когда свет выключаем. Очень красивая гирлянда с китайского сайта. У нее такие малепусенькие, как маленькие капельки лампочки. И елочка горит. С белыми дверями та же самая история, что и с белой мебелью. Я их протираю просто мокрой тряпкой, не мыльной. Просто мокрой тряпкой протираю их и то только в зоне ручек. И снизу, где дети руками трогают, раз в месяц. То я замечаю грязь, только если вот прям вблизи присмотреться, так издалека никаких отпечатков, разводов тоже ничего не видно. У нас теперь ванна вот так вот закрывается, потому что Алиса научилась открывать дверь. А там все-таки порошки всякие, опасные вещи. Поэтому теперь у нас как в гостинице. Заходим. С ванной у нас тоже, в принципе, все в порядке. За исключением смесителя, который нам пришлось через год заменить. И слава богу, что нам его заменили, потому что он стоил около 9 тысяч. Я думала, что с этим будут проблемы, но нет. Тут у нас стал просто темнеть, ржаветь. В общем, вот это покрытие, я как-то говорила, оно оказалось очень капризным. Но он стал портиться не из-за нашей вины, потому что мы уже очень там все правильно делаем, как положено. Помню, были комментарии по поводу того, как это так в ванне светильники тканевыми абажурами. Ну, все нормально, ничего с ними не происходит. Пара у нас сильно не скапливается. Очень жалеем, что не сделали теплый пол. В тот момент муж как бы мне не особо объяснил, сколько это будет по времени занимать и сколько это будет стоить. Я думала, что это очень долго и очень дорого. Казалось, что нет. И, в общем-то, если бы мне муж тогда просто лучше объяснил бы, то, конечно, мы бы сделали здесь теплый пол. Сейчас здесь очень холодно. С коридором у нас тоже все нормально. Как видите, у нас нет до сих пор коврика. Тем не менее, с ламинатом тоже ничего не произошло. Наверное, потому что пока мы поднимемся на наш 14 этаж, уже весь снег, вся грязь уже с обуви слетает. Я считаю, что у нас ремонт в отличном состоянии. Если учитывать даже, что у нас двое детей, мальчик, который не очень-то бережет. Второй ребенок у нас еще маленький, девочка. Всего сейчас на данный момент ей год и девять. Тем не менее, с ремонтом все отлично. Спасибо большое, что посмотрели это видео до конца. Буду благодарна за пальчики вверх. С вами была Карина. Увидимся в других видео. Пока-пока. Продолжение следует...